Да, я очень коротко. Я, собственно, два коротких пункта. Вот про то, что такое транзит, если действительно измерять его правилами и изменять его законами. Собственно, Центральная и Восточная Европа – это чистый случай, потому что принятие законодательных норм Европейского Союза почти полное, и Еврокомиссия следит за этим. В этом смысле разницы между Восточной и Западной частью Европы практически нет. Там есть небольшие различия по правилам, связанным с миграцией. А при этом мы видим разницу. И разница, в основном, связана с культурой. И мне кажется вот что, что за эти 30 лет сместилось отношение к транзиту, и, собственно, само это понятие, мне кажется, ушло в прошлое. То есть для меня, например, я, честно говоря, просто не знаю, что это такое уже давно, уже давно. А мне кажется вот что. Сместилась сетка координат, система координат. Плюс и минус, плохое, хорошее. От чего ушли, к чему идем. Может быть, можно сказать, что моральных координат. Потому что 30 лет назад большая составляющая того полюса, к которому нужно двигаться, она была связана как раз с правилами, с тем, как нужно, с нормальностью, олицетворяемой, в общем, более-менее западными ценностями. Сейчас, 30 лет спустя, в общем и целом, нельзя сказать, что даже противники, с восточной части Европы, противники, оппоненты, политические оппоненты Западной Европы, они как бы отвергают эти принципы основные, законодательные, например. Они говорят просто о другом. Моральная сетка, координаты изменились, и плохое и хорошее по-другому выглядят. То есть, скажем, достоинство человека, не достоинство плохо, достоинство хорошо. Достойные заработки хорошо, национальные традиции хорошо. И тут еще есть проблема в том, что в этой части Европы, в Центральной и Восточной, разные формы национализма, они не так маркированы, как в Германии и в других странах западнее. К национализму другое отношение, поэтому, как бы, глядя со стороны, можно видеть не вполне то, что есть в действительности. В общем, моральный, мне кажется, вот это, что недостойный образ жизни, достойный образ жизни, каким-то образом, особенно для поколений помоложе, сейчас оказывается главным. И поэтому это просто как бы другая матрица, другой тип мышления, и поэтому мы видим то, что видим. И мне кажется, это и России тоже касается. То есть, очень коротко, почему, как мне кажется, в значительной степени устарела концепция советского человека? Просто потому, что она, в принципе, исходит из таких вещей, как тип личности, как некий средний, которые были свойственны науке, на самом деле, с 40-х, 50-х, 60-х годов. Но главное просто то, что люди выбирают, смотрят в другой рамке, в другой моральной рамке. То, что было 30 лет, очень важно прийти, уйти, так сказать, из контекста преступного государства, создать новое государство, которое осудило бы те преступления, построило бы совершенно новое общество. Эта рамка просто ушла. Молодому поколению видятся моральные координаты другие. Достойный образ жизни, уважение друг к другу, уважение в том числе к правам, в том числе к правам меньшинств. И это российское молодое поколение в значительной степени объединяет с европейским. Спасибо.